Отбросить все лишнее и сделать ставку на те элементы, которые получаются лучше всего и довести до совершенства своими секретами с кузницей талантов клубом «Тигренок». Поделился международный тренер Максим Иванчиков, который ранее тренировал в сборной Латвии и Вьетнама. Его воспитанники выиграли 14 медалей чемпионатов Европы и мира, а сейчас его советы делают сильнее одесситов. Ты должна уже стоять так, чтобы у тебя нога сразу выходила на вершину. Опустить центр тяжести, нога готова к движению. И прыгаешь, и делаешь толчок, и потом, ладно, ты теряешь там еще 20 секунд. Поняла? То есть вот эта нога, она уже заряжена, она в режиме детонации находится. Попробуй, сконцентрируйся. Хоп-па! Иди! Хоп-па! Лишний долг. Хоп-па! Максим Иванчиков в Одессе уже не в первый раз. Его подсказки уже помогли нашим спортсменам выиграть немало медалей. Во время тренировок он делает ставку на психологию, а начинают каратисты с активной скоростной игры в мяч. Чеме? 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 Попробуй, 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 попробуй! Во время одесского мастер-класса наставник проведет три тренировки с детьми и семь со старшей группой. С каратистами, которые готовятся в январе выступить в Хорватии на отборе на евро. Я очень давно уже знаю тренировок «Тигренка». Очень много лет, когда они еще были спортсменами, мы пересекались на соревнованиях. И вот я здесь уже, по-моему, третий раз. Уже второй год фактически я сюда приезжаю. И мы работаем. Нашли сразу общий язык, общее понимание, общее видение. И мне кажется, что у нас получается. С «Тигренком» мы не только разговариваем, скажем, о каких-то моментах технических, тактических в карате, в том числе и организации. Мое видение, как ведение клуба, построение, как вывести спортсменов на топ. То есть много-много разных таких нюансов, которые со своей стороны я советую. То, что я видел, работая со сборными других стран, то есть я делюсь и этим опытом в том числе. Но, по крайней мере, они на правильном пути точно. Это тренер, который имеет огромный опыт именно работы с кадетской, юниорской сборной и со взрослой сборной. На его счету множество медалей, максимально высокого уровня со взрослыми спортсменами. Тренировал сборную Латвии, Вьетнама. И у него клуб, действительно, именно его спортсмены занимали, по-моему, 14 призовых мест на счетах Европы и мира. То есть это очень высокий результат. Мы с ним не первый год работаем, не первый раз. Он уже именно в Одессе в нашем клубе второй раз. И плюс он у нас летом проводил сборы полноценные для взрослой команды, что после сборов дало большой всплеск. И команда на эмоциональном фоне после его тренировок очень удачно выступили в течение всего сезона, в том числе и начать в Украине. Юлия Палашевская в этом сезоне впервые за шесть лет для Одессы выиграла бронзу чемпионата мира. Сама спортсменка стремится на чемпионате Европы к золоту. Такие семинары помогают ей стать сильнее. Первые две тренировки он нам ставил в уносливость больше, на мышцы, пизуху, пресс. Пока что все болит очень сильно. Но сейчас мы уже начинаем потихоньку тренировать спарринги, какие-то тактические моменты. Где-то тренируем, оттачиваем нашу лучшую технику. Чем мощнее тренировки, вот примерно как такие, тем лучше результат на соревнованиях. Поэтому я надеюсь, что после этих тренировок на Европе все-таки возьму золото, как я хочу. Иванчиков требует от каратистов, чтобы их можно было разбудить ночь, и они сразу могли показать лучшую технику. Даже с закрытыми глазами. Он делает ставку на то, что у нас лучше уже получается. То есть мы сейчас усовершенствуем нашу хорошую технику. Ну а ты сам знаешь, что у тебя лучше получается? Да, конечно. Что, например? Ну, допустим, удар передней рукой, тизами, у меня хорошо получается. И сейчас на тренировке я его практикую. Я считаю, что соревнования после таких сборов показывают, насколько эти сборы подготовили меня. И вот после летних сборов в Сергеевке был чемпионат Украины, и я там стал вторым. И я считаю, что эти сборы мне помогли в достижении такой высокой цели. У нас уже были сборы с этим тренером, и после них у нас почти все спортсмены выступили хорошо на чемпионате Украины. И я считаю, что после этих сборов мы сможем еще стать сильнее и выигрывать на более крупных турнирах. Что именно рассказывает, чем делится, каким опытом, на что делает ставку во время семинара Максиму? Нам он объясняет принципы ведения боя и помогает нам улучшить моменты, которые у нас так хорошо получаются. И подсказывает убрать то, что плохо получается, чтобы оставить самое главное. И, естественно, выигрывать было намного легче. Ближайший отбор на Евро в Будапеште состоится в конце января. Из «Тигренка» на попадание в сборную претендует 12 человек. И пока многие уходят отдыхать на новогодние праздники, ребята продолжают набирать форму. Дмитрий Богомолов, Феликс Виноградов, телеканал «Репортер».